Вся грязь, которая идет с паводковыми водами, с дождями, с талыми снегами, все это попадает в нашу многострадальную Ельничную, а дальше уже по сценарию это шайтанка, это чусовая. Совсем не живописная картина на берегу речки Ельничная. Горы мусора протянулись на десятки метров. Судя по всему, они лежат здесь не первый год. Здесь практически все. От гнилой картошки до старых запчастей автомобильных. Очень много стекла. Кстати, обратите внимание, пищевые банки стоят тоже очень немалых денег. Выброшенный мусор не только экономически невыгодно, но и небезопасно. Для самих первоуральцев и для экологии настаивает член Общественного совета областного министерства природных ресурсов Владимир Плюснин. Специалист не первый год занимается проблемой утилизации отходов. Шесть месяцев назад приступил к созданию карты карбологических нагрузок Первоуральска. На ней помечают районы, заваленные мусором и пытаются разобраться в источнике проблемы. Это крупные гаражные кооперативы, в которых мы сейчас находимся. Здесь и частный сектор рядом находится. Это, безусловно, коллективные сады, частные домовладения. То есть это те болевые точки, болевые узлы, где крайне неэффективно у нас работает система. Местные жители и владельцы гаражей на Ельничном не скрывают. Это их рук дело и предлагают свои варианты решения проблемы. Сколько я себя помню, всегда там сварки. А кто выкидывает туда мусор? Кто? Мы. Негров нету, ни одного не видят. Все наши русские мужики, Первоуральские, кстати. Мое мнение такое, что здесь надо поставить мусорные баки. Вы готовы платить за то, чтобы стояли баки? Ну вот те, кто здесь живет. Лично я нет. Почему? Зачем я буду платить? То есть вы свой мусор забираете и увозите в город? У меня нет мусора. В самом Первоуральске дела с вывоза мусора обстоят чуть лучше. Но и здесь встречаются проблемные районы. За примером далеко ходить не пришлось. Это свалка в одном из дворов Новатутина. В двух шагах детские сады. Не предусмотрено место на складирование негабаритных отходов. Сами баки, они открыты, что создает условия для разлета мусора. Ветровой экранчик маленький. Местные жители подтверждают, эти баки регулярно стоят переполненные. Почаще надо убирать мусор. Потому что крысы бегают. Действительно, вот такие крысы бегают. Уже в ноябре на Среднем Урале коммунальные отходы будут утилизировать по новой системе. В каждом округе Свердловской области появится единый оператор. Предполагается, именно его руководители, а не главы городов, как сегодня, будут отвечать за чистоту в муниципалитетах. А большую часть отходов начнут перерабатывать. К этому времени Владимир Плюсни намерен завершить работу по созданию горбологической карты. Уверяет, этот труд пойдет на пользу горожанам. С результатами своих исследований эксперт познакомит нового оператора и областных коллег.